Ему поступало немало угроз. Участники грандиозного скандала вокруг подпольных казино в Подмосковье, скорее всего, получат условные сроки или отделаются штрафами. Самые известные фигуранты этого дела, коммерсанты Иван Назаров и Марат Мамыев, а также их помощники, могут выйти на свободу уже в ближайшее время. Как так получилось, расскажет Ксения Батанова. Добрый день. Организаторам подпольных казино в 15 подмосковных городах действительно сначала грозило обвинение по следующим статьям. Это мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой, неправомерный доступ к компьютерной информации, нарушение авторских и смежных прав, дача взятки и незаконное предпринимательство. В итоге осталась только одна – незаконная предпринимательство. Почему же так произошло? Ну, во-первых, коммерсанты оказались, скажем так, честными мошенниками. Они не обманывали клиентов в казино, то есть не перепрограммировали одноруких бандитов на безвыигрышный вариант работы. То есть люди, приходящие играть, могли выиграть и получить деньги. Во-вторых, статья дача взятки также отпала. Выяснилось, что подпольный игорный бизнес стал возможен только благодаря тому, что 80% получаемых от него доходов приходилось отдавать коррумпированным правоохранителям. Благодаря показаниям Ивана Назарова и его компаньонов, следствию удалось выделить из игорного дела и начать расследование другого, гораздо более резонансного уголовного дела о получении крупных взяток руководителями прокуратуры Мособласти, сотрудниками ГУВД Подмосковья и МВД России. Обвиняемыми по этому делу стали с десяток силовиков, в том числе и бывший первый зампрокурор Мособласти Александр Игнатенко, который сейчас находится в розыске, экс-начальник управления этой прокуратуры Дмитрий Урумов, а также прокурор нескольких городов. Дела по этим товарищам еще не прекращены, однако пока их активного развития также не наблюдается. Что же хорошего в том, что организаторы подпольных казино, скорее всего, отделаются условными сроками, мы спросили у главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который, собственно, был одним из первых заявителей по делу подпольных казино. В итоге, естественно, кто попали? Попали мелкие сошки. Иван Назаров, Мамыев, Гучева, которые, собственно, исполняли волю этих. Я согласен с тем, что они тоже нарушали закон, но не они главные злодеи. И если государство, например, хочет и дальше, чтобы люди заявляли на прокуроров, чтобы они не смотрели на Шестуна, потому что после моего заявления он против меня возбудили по особо тяжкой статье, потом меня арестовали зама, все та же банда, это Игнатенко, Урумов и так далее, которые до сих пор, кстати говоря, следит. До сих пор меня прокуратура прессует. Естественно, никто не захочет заявлять. И то, что Следственный комитет так мягко ведется с Назаровым, я считаю, что это очень неправильно с точки зрения государственной политики. Очень важно защитить свидетеля. Господин Шестун рассчитывает, что прокурорские работники, которые сейчас находятся в СИЗО, все же будут наказаны более строго, чем предприниматели, хотя бы потому что они нарушили закон, будучи госслужащими и при исполнении. Спасибо, Ксюша. Ксения Батанова об участниках скандала с подмосковными казино. Ну вот прокурорские работники, еще бабушка на двое сказала, будут ли они наказаны, да еще и строго. Ксения Батанова об участниках скандала с подмосковными казино.